Салют всем, мы с вами давно не виделись, и вот, наконец-таки, настало время. Только мне так не очень удобно, если честно. Да, так намного лучше. Итак, я хотел бы с вами поговорить, наверное, об одном из самых главных феноменах, или феноменах, феноменах, этого года, да, уже скорее всего года, который сумел покорить все социальные сети, все чарты всего одним треком, хотя до этого за душой у него не было, в общем-то, и ничего. Я, конечно, знаю, что вы догадались, о ком я говорю, так что давайте не будем тянуть резину и поехали. Для начала надо, в общем-то, разобраться, кто такой Lil Nas X и вообще, откуда нафиг он взялся. Монтера Ламар Хилл. Да, именно так зовут нашего сегодняшнего персонажа, родом из Атланты. И до своего главного хита Монтера занимался аккаунтом в Твиттере. В 2018 году он выпустил микстейп на Заратте, однако никакого эффекта он не произвел. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. И, в общем-то, все. Казалось бы, обычный паренек, читающий рэп в Атланте, ничего необычного, все так делают примерно, может быть, 80 или 90 процентов, в принципе, стандарт. И, казалось бы, ничего, однако в декабре случилось то, что никто не смог бы ожидать. Даже сам Lil Nas X, по-любому, он не ожидал такого поворота. И в итоге в начале декабря прошлого года выходит трек All Town Road с кадрами из Red Dead Redemption 2. И тут понеслось. Люди просто сошли с ума. Я не говорю, что это плохо, они постоянно сходят почему-либо с ума. Но в наши дни, когда есть TikTok, сходить с ума стало намного легче. Кстати, за бит Монтера заплатил всего 30-очку, и до записи самого трека за душой у него оставало всего 5 баксов в кармане, так что ему нехило привалило. Вот это ирония. И все бы ничего, но люди форсили этот трек как сумасшедшие. О нем уже слагали легенды в Твиттере. Ким Кардашьян тоже сняла видосик под этот трек. И вот, казалось бы, прыгнуть выше обычному чуваку нельзя. Все, это потолок. Но не тут-то было. Билли Рэй Сайрус. Да-да, тот самый мужик. Боже, как ты постарел. Тот самый чел, который снимался в Ханне Монтане на Дисней со своей дочуркой. Если вы тогда не поняли, то напоминаю, что семейка Сайрусов довольно музыкальна. Так что, батька одни не хухры-мухры, и тоже делает вещи, и кантри это его жанр. Так вот, Сайрус фитанул с ним. Вот так. Точнее, это был ремикс, но, в общем-то, он фитанул с ним. Вот это поворот! Красава, мужик. Ты сделал все красиво. Красавчик. Интересно, что трек All Town Road был заявлен самим артистом как кантри. Хотя, казалось бы, что может быть общего между трэпом и кантри? Вроде бы ничего, это даже не то слово. И раньше случались такие песни, такие смешения жанров, однако такого, как сейчас в мировой музыкальной индустрии, еще не было. Молодого паренька стали крутить на радиостанциях, стали брать у него интервью, всевозможные издания и ютуб-каналы. Его даже на лейбл подписали. О нем стали говорить все. Вот он, мгновенный успех. История один на миллион. И тут Билборд удалил трек из кантри-чарта. Но, однако, не тут-то было. Это добавило еще больше хайпа. Как я уже и говорил, что может быть между кантри и трэпом? Это же совершенно разные вещи. Я так и до сих пор и думаю, что это разные жанры. Ничего общего между ними быть не может. Хоть и раньше были такие эксперименты, давным-давно уже многие пытались совмещать эти жанры. Однако, такого восприятия, принятия публикой еще не было. Треки слышны далекие отголоски кантри. Ну, естественно, это банджо. Но, все же, этого мало. В большей степени это все-таки трек. Однако, насколько он получился свежим, это просто не описать словами, насколько это круто вышло. Легкое смешение жанров просто взорвало интернет и всю музыкальную индустрию в целом. Вышло ли это случайно или все было спланировано заранее? Думаю, что по большей части это все-таки случайность, а потом уже в некоторой степени какой-то коммерческий ход. Однако, почему нет? Кантри-рэп это что-то новое в нашей жизни, в музыкальной индустрии. Это новый вздох для хип-хопа, так сказать. Ну, вот интересно, мне нравится. А что вы думаете по этому поводу сами? Можете высказаться в комментариях. Мне было бы интересно услышать и ваше мнение также. Монтеро Ламар хорошо поиграл с публикой и сумел стать звездой хип-хопа и кантри одновременно в самые кратчайшие сроки, благодаря простому биту, простому, но отличному тексту, если не верите, прочитайте, и огромной удачи. Спустя какое-то время артист выпускает сборник под названием All Town Road, состоящий из оригинального трека и, естественно, шести вроде его ремиксов. Ну, естественно, это самоирония, но довольно-таки забавно. Лил Нас прокомментировал выпуск релиза. Я долго работал над этим альбомом и надеюсь, он вам понравится. Это такой толстый троллинг, что не понять было сложно. Однако, Лил Нас Икс стал настоящей звездой со своим треком и его можно только за это поздравить. Можно сказать, что Монтеро оказался далеко не глупым парнем. В то время, когда все люди зависали и угорали по Red Dead Redemption 2, когда все люди мечтали стать ковбоями и эта игра тогда покорила тоже совершенно весь мир, на этой волне он как раз и выпускает этот трек. Вот ровно в тему, когда было все на волне, на хайпе, так сказать. В итоге это возымело эффект. Не зря же все-таки он на SoundCloud также указал жанр кантри, хотя, я думаю, он сам понимал, что его трек с кантри имел мало общего. Однако, он это сделал и, в принципе, у него получилось. Он стал звездой, он добился успеха. Его трек звучит на весь мир, просто, ну, на весь мир. И это очень круто. Старая городская дорога — это что-то новое в современной музыкальной индустрии. И этот трек, конечно же, заслуживает права на жизнь. Уже можно сказать, что он, в общем-то, и стал легендой, а в будущем, возможно, он станет классикой. Lil Nas X в данное время работает над дебютным альбомом, в котором, помимо Шлягера, будут еще 9 новых треков. Так что, дорогие друзья, ждем, что же Montero сможет нам предоставить. А на сегодня все, друзья. С вами был, как обычно, Blackwood. Слушайте хорошую музыку и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok